Сейчас все родители, которые беспокоятся о своих детях, вкладываются в образование, в образование, в образование, кружки, развитие, спорт, там, я не знаю, дикции, ораторское искусство, математика, шахматы, все-все-все впихивают в бедного ребенка. Но поймите, это не первое и даже не второе. Самое первое, научите ребенка правильно ориентироваться в религиозных ценностях. Так может случиться, вы видите, рядом полыхает война, вы видите, разваливается государство, вы видите, рядом с нами происходит все, что угодно. Вас может не оказаться завтра рядом с вашим любимым малышом, подрастающим, будущим главой семьи, наследником, вас может не оказаться. У ребенка должны быть четкие рельсы по жизни, на что ориентироваться, чему следовать в этой жизни. Он должен получить четкое руководство, что он следует только поклонению Всевышнему, что он достигает довольства Всевышнего только праведным путем, он не трогает харам. И после того, как он уверовал и поклоняется Всевышнему, он живет так, чтобы приносить пользу окружающим. То есть, какое бы испытание не постигло вас, не потрясло ваши сердца, не коснулось ваших семей, вашей страны, И если ваши сердца, сердца ваших детей будут привязаны ко Всевышнему, к его книге и к пути его посланников, миром и благословением, вы можете быть спокойны за своего ребенка всегда и везде. Это первое, чему вы должны научить ребенка. А для этого что нужно делать? Это, во-первых, приучить ребенка к намазу, примерно начиная с 10-11 лет. Чтобы он полюбил намаз, чтобы он полюбил молитвенный коврик. Целуйте его всегда после каждого намаза, дарите ему подарки, устраивайте какие-нибудь квесты, связанные с намазом, какие-нибудь анимации, сценки. Ребенок должен полюбить этот процесс общения со Всевышним. Потому что когда вы становитесь на намаз и говорите «Аллаху Акбар», в это время на другом конце провода Всевышний обращает все свое внимание на ваше сердце. Вы становитесь на молитвенный коврик, как в телефонную будку, когда мы, помните, связывались с Советскими годами. И звоните самому любимому в этой вселенной. Да, вы любите маму, вы любите отца, но превыше родителей Всевышнего, потому что Он создал и ваших родителей, и вас сынов. Вы заходите в телефонную будку пять раз в день и говорите «Аллаху Акбар», и на том конце ваш Творец внимает. Вы становитесь и говорите со Всевышним. Намаз – это ежедневно пять раз в день вы выходите на связь. Сколько раз в день вы звоните маме? Вы живете в разных городах. Сколько раз в день вы звоните маме? Всевышний сказал, чтобы мы Ему звонили пять раз в день. Намаз – это персидское слово. По-арабски молитва звучит «соля». И она переводится не как молитва, она переводится как «связь». Потому что если я говорю по-арабски «Алла Тесельбек», я звоню тебе, там корень слова – это «салла». Истинным критерием успешности является не богатство, не роскошь. Мы должны смотреть на этот мир не сквозь призму тех ценностей, которые нам навязали. Мы должны смотреть сквозь призму Кур'ана и сунны пророка Всевышнего миром и благословения. Если мы будем смотреть сквозь призму ценностей веры и духовности достижения довольства Всевышнего Аллаха, для нас самым главным критерием успешности человека является то, насколько он приблизился ко Всевышнему. И это не исключает того, что он может быть богатым, образованным. Это не исключает того, что он может быть признанным в обществе. Это говорит лишь о том, что во главу угла нужно ставить именно богобоязненность. Именно стремление к довольству Всевышнего. Все остальное придет, поверьте мне, все остальное придет, если человек будет проявлять усердие. Не нужно ставить во главу угла те ценности, даже антиценности, которые нам сегодня навязывает современная массовая культура. Мусульманам большого города не хватает только пятничных намазов для встречи. У нас на Кавказе даже родился термин хинкальный джамат. Это джамат, который встречается только по пятницам. Покушать хинкал в обед в пятницу и разбежаться. И все. Но этого катастрофически мало, потому что пророк Мухаммад, мир ему благословение, сказал, что спасется только та община, которая будет следовать его сунне, его образу жизни, его пути жизни. И та, которая будет придерживаться общинности. То есть, которая будет придерживаться джамата. Если этих двух факторов не будет рассчитывать на спасение, вы не сможете. Почему это происходит? Потому что ту нагрузку, которую выполнять должна община, вы в одиночку не выполните. А для того, чтобы сложилась община, мы должны встречаться чаще. Вместе с детьми, вот в таком семейном кругу, я поэтому отдельно хочу поблагодарить организатора, Баракова Афикова, за прекрасный пример того, как в условиях большого города мы можем и должны встречаться. Но и этого мало. Мечеть. Обязательно нужно вводить детей в медресе. В воскресное медресе, прекрасный выбор. Суббота, воскресенье. Нужно давать детям религиозное образование. Как минимум, в каждой семье, каждый ребенок, параллельно с высшим светским образованием, должен получить среднее религиозное образование. Он должен знать основы вероисповедания, он должен знать основу Курана, он должен знать основу жизни пророка Мухаммада, мир ему благословения, он должен знать основу гусульманского права. Подпишитесь на этот канал и ставьте лайки под каждым видео. Это поможет нам в продвижении канала и доведении информации до тысяч новых зрителей.